Десятки тысяч смертей ежегодно. Это при том, что методы диагностики постоянно совершенствуются. Рак груди по-прежнему самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. К сожалению, как это ни печально, но в большей степени страдают женщины как раз репродуктивного возраста, в силу того, что гормональные особенности организма, они, в общем-то, работают в данной ситуации не плюсом, а минусом. Раки протекают более активно, более агрессивно. Специалисты констатируют, заболевание заметно помолодело и добавляют, если регулярно проходить обследование, печального исхода можно избежать. До 35 лет доктора направляют на УЗИ. Тех, кто постарше, на маммографию и то и другое бесплатно. У нас в больнице есть аппараты маммографии хорошие, у нас есть аппараты ультразвуковые, но, тем не менее, записаться можно, сложностей нет никаких. Обследования у врачей, у шаргинекологов первичные, онкологи, целый штат онкологов есть, но, тем не менее, женщины приходят поздно. Напомнить женщинам о здоровье призвана акция «Розовая ленточка» в рамках проектов «Сохраним жизнь маме» общественного движения «Матери России», а также «Крепкая семья и здоровое поколение» партии «Единая Россия». Пока волонтеры раздают тематические листовки и проводят встречи со специалистами, но со временем, когда позволит эпидобстановка, в Одинцовском округе начнет работу передвижной маммограф. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.